МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стреляет всё. На военной базе АТРАР в Казахстане завершились крупномасштабные учения сухопутных войск. Более 400 военнослужащих различных специальностей, среди которых мотострелки, танкисты, десантники и снайперы, пустили в ход своё оружие. Главная задача командования – отработать слаженное взаимодействие соединений. Для сложности план учений и состав групп командиры частей узнали лишь за несколько дней до начала испытаний. Виномер! Зарядись! Чтобы показать реальную картину состояния боевой подготовки сухопутных войск, к состязанию готовились все подразделения без исключения. Хотя состав участников ограничен, и информацию, кто же будет защищать в честь той или иной бригады, командиры узнают в последний момент. Командиры, не зная, кто будет привлечён, вынуждены готовить всю свою бригаду. И миномётные подразделения, артиллерийские, пехотные, танковые, и по специальностям, и по подразделениям. По традиции, состязания прошли на полигоне Маты-Булак – главной тренировочной базе сухопутных войск. В течение шести дней воины демонстрировали свои способности и стреляли из всех видов штатного оружия. Снайперы продемонстрировали своё искусство в бесшумной войне. А миномётные батареи, гранатомётчики и танкисты на полигоне – все обозначенные мишени. Мишени из себя представляли. Первый – танк мишени номер 12. Она в виде танка движется вперёд-назад. Будто это танк противника, как будто движется на тебя. БЗО – это безоткатное орудие КТУР, типа ракетной установки на автомобиле. Она движется по фронту, вправо-влево. Её мы тоже должны были поразить с огнём пулемёта. Огнём пулемёт. И РПГ, ручной противотанковый гранатомёт – это самое страшное оружие для танка с близкого расстояния 400-500 метров. Его мы тоже должны поразить. На все упражнения у танковых экипажей не более 3 минут 10 секунд. Отсчёт времени начинается с момента старта. Экипаж должен доехать до стрелковой зоны и уничтожить все мишени. За задержку или промах снимается 1 балл. Особое внимание на учениях уделили физической подготовке. Воинам за короткое время предстоит выполнить целый комплекс упражнений на перекладине. Толкнуть две гири по 24 килограмма и пройти вот такую полосу препятствий. А в конце в качестве бонуса им предстоит пробежать 7-километровый марш-бросок при полном амундировании. Аббревиатуру военно-прикладной полосы препятствий АРД можно расшифровать как атлетизм, решительность, дерзость. Это испытание военные проходят в последнюю очередь. После сдачи нормативов по стрельбе и упражнений на перекладине. При полной экипировке в 40-градусную жару воины преодолевают рвы и колючую проволоку. Пробегают сквозь дымовую завесу, переносят 16-килограммовый груз. И все это сопровождается шквалом огня из холостого оружия. Шума, стрельбы и криков хватает, чтобы солдаты почувствовали себя как в реальном бою. Завершаются соревнования с 7-километровым марш-броском при полном оборудовании с оружием. Удивительно, что после всех предшествующих испытаний, после стрельбы и сложнейшей как в физическом, так и психологическом плане полосы препятствий, сходов на марш-броске не бывает. И в целом физическая подготовка военнослужащих находится на высоком уровне. Если подъем переворотом или выход силы наши парни выполняли по 20 раз, то сейчас уже зашкаливает за 50, за 100, а некоторые и больше 200 раз проводят это упражнение. Итоги состязаний подведет специальная комиссия, а наиболее отличившиеся подразделения и воины получат грамоты и подарки, а их командиры – денежные призы. Тимур Сандыбаев, Асхат Астанкулов, союзники из Казахстана.